Три бана с каждой из сторон, и это... Ого-го-го-го-гошеньки, что появляется Панглиер на ферст пик. Дим, ты успел освоить этого героя? Успел он им? Нет, нет, я им даже не играл. Не очень люблю играть героями, которых нету в Кэптонс, в Цеме. Полностью тебя поддерживаю, тоже так же. Поэтому я про этого героя толком ничего не знаю. Я знаю, что совсем недавно Inflame хотел сыграть за фею. За ту самую фею с фонариком, которая там бегает, раскидывает свои феры. И казалось бы, очень сильный герой, но он сыграл ей настолько плохо, что после этого, я думаю, вообще мало кто будет даже пытаться пробовать ее вот в этом моде. И там был счет где-то, по-моему, 1.13 или 1.12, в общем, счет из этой серии было. Ну, интересно. Панглиер, Панглиер. Ну, прям так уверен, ДДЦ взял себе его на ферст пик. Как будто вот есть у них жесткий исполнитель на этом персонаже. Интересно, кто. Интересно, кто будет на нем исполнять. Ну, пока Тандер аккуратно умненайта себе взяли. Хороший, добротный персонаж. Посмотрим, что будет еще. Умненайта? Хорошо, пусть так. На какой позиции, как думаешь, будет Панглиер выступать? Ну, в пабликах я видел его на роуминге. У меня было парочку матчей, которые я успел на умпатче откатать на рейтинге. И там несколько ребят все-таки брали Панглиеров и пытались им роумить, бегать. Ну, честно скажу, все Панглиеры, которые играли против меня и за меня, они все проиграли. Вот. И как-то я тоже не очень остался доволен этим персонажем. Ну, не знаю, Растан, я думаю, тут будет лучше посмотреть. Посмотрим, что же ребята смогут выжать из этого героя, поскольку герой сам по себе, ну, имеет очень большой потенциал. Но, опять же, брать его вот в таких играх слишком рискованно. Ну, а берут его LGD Forever Young. У них есть одна игра о запасе, они могут себе этого позвольте. Этого замечательного персонажа. Так, ну, хорошо. Раз уже появляется Вивер, значит, Панглиер точно не Керри. И мне это нравится. Пусть Керри будет все-таки понадежнее персонажа. VR-ку добирают себе еще LGD. VR-ка для Enflame of Offlane. Вивер для монетов Керри. Панглиер, скорее всего, в суппорт. Но я думаю, что Ахфу уже как-то успел на нем покатать, на этом персонаже. Побегает по роуме тоже. Покажет нам, как это нужно делать вообще. Покажет людям, игрокам, зрителям нашим. Ну, потому что зачастую, чтобы узнать, как правильно играть, нам нужен герой. И нужно сперва увидеть его в деле от каких-то мастеров, от хороших исполнителей, от профессиональных игроков. И в том числе вот такие матчи, они позволяют, ну, немного приоткрыть суть этого героя и раскрыть его потенциал. Баунти Хантер от Тандер. Внезапно появляется. Да, это суппорт четвертой позиции. Тоже ныне не самый популярный им суппорт. Был, кстати говоря, Рикки Мару, они решили именно через БХ поиграть. Осталось пять секунд. Ну и Баунти Хантер пока улыбается. Он засекает Вивера, он постоянно вешает треки, чтобы тот же Умни Найт мог добегать до своей цели. И в будущем, если они возьмут какого-то Свена или любого другого героя, даже не Свена, а Урсу, вот Свена здесь нет, Урсу, чтобы можно было добраться до своего противника, то опять же будет солидный буст. Нужен керри миличный под Баунти Хантера. Тогда бонус треков будет реализовываться полностью. Ну там БХ получается ускоряет своих тиммейтов. У Умни Найта пассивка Диджинаура, она замедляет оппонента. В итоге получается очень большая разница по мувспиду в замесах. И можно будет действительно здорово разводить и кайтить. И ЦК. Риск. Еще два пика у ЛГД. И тем могут легко взять АУЕ. Тем могут легко взять Драгон Найта в центр. И убивать сплэшем иллюзии Хаос Найта. Ну, учитывая, что там есть супер, по-моему, это вообще easy. Easy game. Пока взяли Таска. Так, это еще один саппорт? Забавный набор героев снизу. Очень забавный. Просто такой Йолу Гейминг. Побегаем, постреляем, поубиваем. И не берут ничего того, чем они обычно выигрывают. Допустим, Брюмастер в Харде. Там вариант номер один. Драгон Найт в миде, вариант номер два. Например, Тибет, против того же Хаос Найта. Заходят очень хорошо. Не берут этих героев. Ну, хотя бы Брюмастера взяли уже хорошо. Так в мид кто? Супер на ВАРКе? Да. Вибер Керри, Пангалиэр и Таск два саппорта. Ну, окей. Все равно, конечно, ненадежный пик. Абсолютно лучше типа Ревер Янг. Попробуют они выиграть на скиллухе. Мы это понимаем. Что, да, за счет скилла, за счет командных взаимодействий они могут... Ну, ой-ой-ой, Тимбер. Ну, нечем убивать. Ни Тимбер, ни ЦК. То есть, вообще непонятно. Как бы выиграть? Пусть по файнце. Пусть по файнце. Лжди Фараврианг. То им мешает. Одна игра у них есть. Ну, в принципе, если из этих соображений, то да. Пик можно и проиграть, и просто покатать, что называется. Ну, потом на третью карту придется собираться. Уж лучше было сразу 2-0, как говорится. Ой, слушай, нет, мы ошиблись. Это Пангалиэр Мидер для Супера. Вот оно, что происходит. Замечательно. И саппорт ВРК. И саппорт Таск, да. Круто. Мид Пангалиэр. Ну, будет забавно посмотреть. Будет он стоять в центре против Камы, против Фриза на Тимберсол. Но мы знаем, что Тимбер делает с такими героями на линии против милишников 1 на 1. Ну, тут есть один вариант, при котором, может быть, Фриз против Пангалиэра не играл в пабликах. Вот он не тренировался в пабликах, играл только чисто CM-моды какие-то, практисы и прочее. И он просто понятия не имеет, на что способен Пангалиэр. И тогда, будучи опытным Пангалиэром, можно будет на неожиданности противника убивать и изничтожить. Но только если так. Но если Фриз играл против Пангалиэра, играл на нем, знает весь потенциал тот персонаж, тогда, конечно, Тимберсол здесь на линии будет смотреться очень хорошо. Посмотрим. Давайте посмотрим. Как минимум, это будет интересно. Может быть, это будет не очень уверенно. Может быть, это будет не очень круто в исполнении LFY. Вот таким именно пиком, таким набором героев. Но это, как минимум, будет забавно. Причем, что тоже так же интересно, то, что действительно в пуле был Драгонайт. Ну, просто лучший персонаж для Супера, на котором он в любой ситуации отыграет. Очень классно, очень круто, но они вот вместо Драгонайта взяли Пангалиэр. Ну, в принципе, такой мод он предрасполагает к тому, чтобы появлялись такие персонажи, два новых героя. Почему бы и нет? Я вот сейчас смотрел. И думаю о том, кто же будет убивать Тимбера. Такой редкий момент, но все герои бьют ручками вообще все. И пять. Ну, я вижу, что у Пангалиэра есть способность снижать броню, например. Как там у Тимбера будет? 25 стаков, с каждого по плюс 1,6 брони. А сколько он снизит? Тут написано, что шанс срабатывания есть. Пангалиэр шпагой броню. Каждая атака может запросить броню врага и замедлить цель. Угу. Ну вот, судя по способностям и демеджам с этих способностей, я что-то не вижу, как он убивает Тимберсол. Ну, значит, L5 будет играть, как вчера вот играли у меня в Азии. Ребята из Execration. Там был 6-слотовый алхимик и было 4 героя. В общем, получилось так, что убить 4 героев было намного проще, чем 6-слотового алхимика. Execration сначала закидывали всю игру, пытаясь уничтожить алхимика. У них это не получалось. А потом они резко начали бить его команду. И только в конце уже начинали бороться с ним. И тогда игра пошла очень-очень легко. Здесь нужно будет сделать то же самое. Народ в чате спорит, какую броню снимает пассивка Пангалиэра. Нет, друзья, ну, честно, я думаю, ни я, ни Light of Heaven мы не смотрели за этими героями с паблика. То есть, ну, их нет в CMD, этого героя не существует. У меня такая позиция, поэтому я даже не изучал твой персонаж, даже не пробовал на нем играть. Мне, пока он не появится в CMD, на него все равно. Плюс один, мне на него вообще пофигу. Вообще все равно, абсолютно. Что там в пабликах происходит, это никому интересно. Понятное дело, что по-любому будет аудитория, которая там может, не знаю, развести хайп из одной игры в паблике или что-то еще, пилить кучу роликов. Но по-хорошему паблики это паблики, и они ими будут оставаться. Плюс, 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 плюс. Пока герой не появился в CMD, на него абсолютно плевать. Мне на него все равно. Ну, он здесь появился в Капитан Сдрафт, окей, мы на него посмотрим. У нас уже был один герой, как раз вот эта вот фея. Он тоже в Капитан Сдрафте, выиграл на ней Inflame, довольно-таки неплохой игрок. Он на него сыграл, там, что-то из серии 1 на 13. Вот, ну и вот он, Панглиер. Вот его взяли и убили. Ну, как-то так, да. Вот как-то First Blood. Вот так вот легко его и убивают. Бывает, ничего страшного, возвращается он в центр и опять будет стоять. Так, там еще и Бремастер снизу погиб. Ну, здесь тоже непросто Аху засеявить не смог. У Аху вкачан, видимо из Шарц, нет Сноубола. Ну, против Имберсона линии будет очень сложно. В центре против ЦК Панглиера будет тоже очень сложно. На топе. Ну, тут Вивер, тут Omni Night. Ну, вот попробуйте забрать Omni Night. Он уже вкачал пассивку, у него уже есть Purification. Там еще и Bounty Hunter ему помогает. На всех линиях будет тяжеловат LFI, конечно. Сейчас Монет, ой, Монет как страдает. Монет, шикучий. Даже так. Даже так. Эрбу Веном не добивает. Да, ну, вот в итоге вынужден Healing Self использовать. Монет. Очень неприятно, очень больно. Ну, Omni Night с линией просто не прогнать. У него куча Хапориген, у него Stout Shield. Главное, чтобы у него сильно Bounty Hunter, конечно, экспу не воровал. Чтобы Янфо быстрее взял себе там левел 4, левел 5. И тогда вообще проблем не будет у команды Thunder. Ну, повторюсь. Единственное, как могут выиграть эту игру LFI, это либо супер жесткий пангалер, либо просто за счет каких-то командных телодвижений. Потому что в командную доту, очевидно, LFI играет лучше, чем Thunder. Ну, мы имеем в виду какую-то макро-игру, да. Стратегическое какое-то понимание игры. По всем остальным параметрам, имеют в плане вот текущей стратегии команды Vichy Gaming Thunder, текущего пига, они, конечно, должны быть сильнее. Выиграть стадию ленинга, нафармить нужные артефакты на Тимбере, нужные артефакты на ЦК, он не найдет удать уровень и пойти все сломать. Атака пошла Тимбера. Тимбер. Удачи ему бить его. Фейду нужно вернуться в центр. Он уже один раз забрал Супера, и варда-то не появился. То есть что мешает ему еще раз прийти и забрать его в очередной раз? Да, Фейд? Подтягивается на боков Фейд, подцепили. Раз, два. Ой-ой-ой. Красиво. Красиво. Ты видел? Свэш Бакл. Воу-у-у. Вот что ему мешает. Тривкач. Погрегер ему мешает забрать. Он еще и прыгает. Он что-то творит. Иди сюда. Все, все, и в размен пошел в размене. Нет, Сука сильнее. Не получается пока. Еще раз Свэш Бакл кулдаун. Слушай, а котик-то ничего так. У него не скейп есть, слушай. Вот у него есть не скейп, это круто. Сейчас они будут его дожимать. Он с дабл дэмэджом Фейд там, ой, неприятно, супер. Ну-ка, иди сюда. Прыжочек. И стан, односекундный. И о, опять Свэш Бакл, ты что он делает, ты посмотри. А ну вот что происходит. Котяра-то. Он как минимум веселый. Веселый. Ну тут его зажали. Там, конечно, Фейд с дабл дэмэджом, такое законтрить сложно. Но он пытался до последних, два раза прыгал, прям здорово, супер. Понимает, что нужно делать на этом герое. Но пока все равно ему тяжело. Две смерти уже. Да ничего, он возвращается. Купил себе сапог, Квилинг Блейд. Четвертый уровень уже. Вот на первую способность дает упор. Спасибку тоже взял, прыжочек взял. Ну и пока как-то так стоит супер. Тяжеловато ему, но ничего не поделать. Топовый грипп стат у команды Личи Гейминг Тандер. Он еще и руны отжимает. Неприятно. Атака пошла на Ахфу. Дерлинг Десом Кама не попадает. Фейд болт. Еще один минус от Фейда. 4-0 уже для команды Тандер. Примастер нужно уходить. Там неприятно. Ну ничего, раз там зато Драгонайта не взяли и зато пофанимся. Фана сейчас будет много прям. Да, да, да. Мне всегда было интересно посмотреть за саппорт ВРК. Что она может сделать. Ну пока нет закупов ВРК. В центре опять супер оптались убить. Сноубол пошел. Потягивается Ахфус. Сайз Шард. Как же они играют-то? Не зажал. Не зажал. Не получилось. Ну Верочка побежал дальше. Закуповый у DDC. Топовый. Я так понимаю, он потл хочет что ли купить? Просто ничего лишнего. И без сапога бежит вниз. Естественно, что он хочет внизу сделать Тиммера. Интересно. На скеле. На скеле. Что он хочет сделать? Ну и Масси. Что ты хочешь отдать? Что ты хочешь сделать? Не, ну убивать Тиммера. Ну окей. Если сейчас набрасываться втрою, наверное, можно его победить. Да? Давайте. Да, проверим. Набрасываемся. Ну-ка. Ну-ка. Ну там стики. Вторая по хитрою. Там тяжело. Он один, а нас трое. Давайте, ребят. Ну же. Ну ладно, окей. Давайте постоим. Слушай, есть в истории профессиональной Доты такое понятие и такой мем, как самый худший пик в истории Доты. Я думаю, что LFI сейчас готова поспорить за него. Нет, это еще... Нет, даже не близко. Ну, по-моему, очень близко. Ну, нет. Пока это самое худшее исполнение в истории Доты. ВР-ка с легкой линии. Пробежала вот такой вот путь. Пришла вниз. Посмотрела. На Тимбера. И побежала обратно. Это топ-3 нта. Ну, а DDC это дважды топ-3 нта. Если что. Он пробежал полкарты. Посмотрел на Тимбера. Побежал назад. Побежал направо. Снова думает, а не пойти ли мне к Тимберу? И снова взорачивается. Ну, мне тяжело найти место на карте. Топ-3 нта, дружище. Ой, кангалеры подцепили. Прыгает. И вот он Шекл. Вау. Красава, DDC. Четко. Без шансов разрывает. Пангалер в миде проигрывает уже 1600 просто. 1600 проигрывает ЦК. Это на седьмой минуте. Полнейший развал. Просто полнейший. Дважды топ-3 нта. Показывает скилл. Снобол. Конечно, он просто файндс. Еще не Шекл. Шекл по-двоему хорошо. И котик. Котик давай. Айс шард. Сайлот ТП. Прыгнул. Супер. Кого добивать. Станов больше нет. Они ТП в наглую перед носом. Шейк натип. Уже хоть что-то, Рустам. Он хотя бы Шейк натип кидает. Не просто смотрит. Окей. Это не очень помогает. Примастер снизу погиб. 6-0. 4 тысячи преимущества. Я настаиваю на самый худший пик в истории Доты. Ну хорошо. Ладно. Не в истории Доты. Окей. Неправильная эта формулировка. Это самый худший пик в истории ЛФ Вай. В истории ЛФ Вай. Это самый худший пик. Может да. Может быть. Ну ладно. Меня пока удивляет только то, что они все идут к Тиммеру. Они даже в троем его не убивают. Ну только под ультимейт Брюмастера имеет смысл захайдить. Может быть. Может быть. С ультой Брюмастера они его убьют. Да и то не факт. Но с ультой Брюмастера может быть. Может быть с котиком они его убьют. Если вот они вчетверо на него навалятся. Может быть они его убьют. А чем котик поможет? А у него ультимейт появился. Все. У него Роллинг Тандер есть. Он может покататься. Просто я не вижу смысла в арке тпшиться вот сюда. И снова вот идти сюда. И ничего не делать. Он пришел вниз. Снова убежал к Тиммеру. Увидел у него пассивку четвертого уровня. И снова свернул. Теперь бежит вражеский лес. И несет варды. Ну как бы его на этих вардах увидели. Рубик. Рубик. Ну Рубик тоже не особо одетый. Поэтому в равных условиях были абсолютно. Инфлейм пришел воровать фарм у Пангалера в центре. Сам гордин стой против Тиммера. Я не буду. Я отказываюсь в это играть. Иди супер, постой против Тиммера, оцени. Да, я не буду против него стоять. Так, ну если надо ультовать, надо ультовать. Сейчас срочно ультовать надо, да. Ультует Тиберсоу. Ой, Тиммерсоу, конечно же, бремастер, праймал сплит и катается, катается. Слупер всех просто расталкивает. И еще использует свэшбакл, уходит на лоу граунд и вот цепляет рифтом. Он прыгает дальше, супер красавчик. Эскейпа много этого кота, конечно. Хорошо, пока перемещается. Ну вот Тиммер тут продолжает развлекаться, теперь решил Ахфу постоять. Ну там можно просто эту линию оставить в покое. Вообще, в принципе, сюда не приходить, в этом смысла никакого нет. Вообще, хочется в такие моменты, чтобы Монет играл не на Вивере, а на Фейслес Войде опять. Угу. Прости, Монет, в Войде не оказалось в пуле. Потому что на Вивере вот так тащить, как он тащил на Фейслес Войде невозможно. Он может, конечно, быть полезным, может кучу всего нафармить. У Силара в центре, в центре. Апангалияр, ПР. Давай, давай, ну же. 0-3 не предел. Давай, супер. Силар развернулся. Ну что ты можешь, да, что ты можешь. Так, Тиммер тем временем смотри где. Ну да, Монет потягивает, Монет с дабл дэмэджем, Монет с дабл дэмэджем. Свормы набросить, пытаются убить Фейда, Фейд. Эх. ТП, убивает его Монет. Вот Тиммер бы забрать, конечно. Почти, почти, почти. Напомню, Т1 все еще стоит. Тиммер, ну терпи. Эливер с ДД. Эливер тоже хочет посмотреть на Тиммера. Топ-3 инта, что вы делаете? Просто, помнишь, я тебе говорил, что игроки просто хотят пофаниться? Ну вот, пожалуйста. Ну видимо, Кэптен Здрафт для них это отдушина. Это отдушина для них. Дубль номер 7. Попытка убить Тиммерсон. 20 стаков не предел. Пинай его. Давай. Тандр пошел. Давай. Так, так, так. Ручками бьем его. Хорошо. Еще, еще, еще. Красиво. Еще, еще. Молодцы. Супер. 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 Эливер. Ты знаешь, у кого денег заработал? Сразу Фейзе себе купил. Хотел купить в потайной лавке, но тут внезапно оказалось, что не продаются Блейбсов. А так выяснилось. Придется Фейзе принести из Курьера. Это хорошо. Это первый фраг для Супера. Хорошо. Пойдет, пойдет. 1-3-0. О, реабилитация пошла. Полностью. Тиммерсон. О, боже мой. Слушай, они могут убить. Манет, нет, не могут. Нет, он просто улетит. Просто ушел. Просто ушел. Ну, 5000 уже преимущество. Если Вич и Гейминг Тандер и эту игру проиграет, ну, я уж тогда не знаю. Как еще? ЛФА и все подарили. Драфт подарили. Эрлигейм подарили противнику. Так, Тиммер. Опять Тиммер под угрозой падения. Бангалер прыгает. Тиммерчейн. Айсшардс неудачный. В этот раз неудавца убить. Слушай, ну вот шутки шутками, но кажется, что Бангалер все-таки всю броню снимает противника в момент срабатывания. Хорошо, слушай, это имба получается. Это получается очень имба, да. Это прям контракт с Драгонайтем всяким. Я буду следить, я буду следить. Надо проверить, проверим на игре. Конечно, конечно. Брюмастер. Так, страдает. Есть у него, конечно же, праймал сплиты, но не очень хочет использовать. То есть не использовать, может быть, погибнет даже. Все, ТП от Монета. Побегает мимо. Так, все равно очень опасно. Нужны артефакты Монету. Монет, конечно, здорово делает то, что присоединяется к своей команде, пытается помочь, там, сделать какие-то фраги, но он теряет очень сильно в фарме. Ему бы вот покупать эти самые диффузы, куча-куча артефактов на урон, дизоли какие-то, молнии. Супер уже выехал за Тиммером. Охота началась. Пошел, пошел, пошел. Сбэшбакал уже на 4. Начинает постреливать Каму. Да, до нуля, до нуля. Сбросили броню Тимберу, но она очень быстро возобновляется. Дебаф действует слишком мало. Тут же пошел Праймал Сприт. Супер, укатывается. Укатывается подальше. Укатывайся. Ой, там Манет чуть не погиб. Станчик залетает. Силар, тычку, Манет, мало хп, шикучи. Бежать, но Фейд. Фейд тут находит, догоняет. Есть минус, минус 2. Стики и тос. Сглавный так нормально. И минус 4. ГГ, поздравляем. Тандер, 1-1. Да. Поздравляем, Лоффай. Потрясающая игра. Well played. Супер, попанился. Я думаю. Ну, главное, чтобы команде было весело. Главное, чтобы им было комфортно. Если они там сидят и угорают, то так же, как мы, то и норм. Похоже на то. Никаких претензий. Ну, я говорю, видимо, вот именно квалификация на Капитан Сдрафт, на этот минор и вообще сама система Капитан Сдрафта, это для китайских грандов отдушина, где они могут просто прийти и вот так вот левой рукой там, как говорится, на мышку нажимать. Играя, в принципе, одной рукой. Ну, то есть, нет серьезного подхода. Что сегодня показывали Ньюби, что сегодня показывают Лоффай. Немножечко не то, что хотелось видеть. Точнее, это не то, что мы видели, например, позавчера, да, на финал ДПЛ. Вот там, конечно, серьезная игра была. В Лоффайниби там серьезно боролись. Здесь, здесь вот это, там, как бы я не врал о том, что игроки, вот в сообществе, они не будут играть 100% все матчи. Там, половина матчей может быть тупо фановыми. Они просто придут, поиграют, пофанятся и поют дальше. Невозможно играть все матчи на 100%. Может быть, кто-то и сможет, но даже те же Ликвид, они признавали, что у них это не получилось. И они иногда любят порофлить. Вот Лоффай, Топ-3 Интернешнл, тоже не исключение. Они тоже занимаются тем же самым. Ну, посмотрим, продлится ли их фан на следующую карту. Ну, в этой сейчас они еще раз смог продемонстрировать нам, какой-то пытаются атаковать. Ну, кстати, в численном меньшинстве находится Вич Гейминг Тандер, их всего трое. Но, правда, там ЦК мощный вместе с Омни Найт. Там, ДП от Иверс, на Шиклашот, неплохой по Омнику. Омнику нужно постараться быстро вырастить. А, ее проблема, а ее погибает. ДП от Силара. Неужели нечем сбить? Сбивать просто нечем. Ян. Ну, точнее, ян. У Янг ТП нет. Да, барабанчики побежал. Как он к Тимберу, к Тимберу, к Тимберу. К Тимберу. К Кастрейд Босс придет на помощь. Вот он, Кама. Встречает Чакрамам, Тимберчейн, Монеа, Таймлэпс, успевает сделать Таймлэпс. Разворачиваемся. Но у Рейд Босса не забрать здесь. Или хотим. Или хотим. Не знаю, что они хотят. К Каму, конечно, еще ищет тот катал на Тимбере. Ладно, не развернулись. Так, ну, самое забавное, что Тандр даже в такой ситуации фидит. Даже в такой ситуации они умудряются отдавать преимущество. Это смешно. Если они вот в такой позиции не выиграют, это будет, не знаю, рофл года. То есть, зачем идти втроем на вышку, когда Тимбер находится на другом конце карты? Зачем? Зачем они это делают? Монет. Монет, мало здоровья. По трекам. Шикучи. Фейд. Надо спасаться. Монет. Монет, урна висит. Ничего не сделает. Встал и погиб. ЦК Ultimate. А вот и котик. Котика подцепили. Котика кататься. Пошел Rolling Thunder. Давай, давай. Супер. Трек повесили на него, сейчас закончится. Прыжок, прыжок, прыжок. Хорошо. Хорошо. Слушай, с эскейпом у этого парня все в порядке. Вот прям, если надо спастись, он первый. Прокатился так как-то. Прыгнул и ушел. Артефактов, правда, у Супера нет. Вот ему бы что-то приобрести такое, что можно было убивать людей. Не знаю, через молнии этого кота одевать, через дизорь, через башер, может. Ну, какие-то артефакты на урон, безусловно, нужны. Так, фейд. На Ахфу, Ахфу здесь. Импер его встречает. И ничего не успел нажать. Ахфу просто погиб. ДДЦ сразу же бежать. Монет накидывает с формы. Погибает. Пайбэк. Пайбэк. Волевой. Тасик, давай. Пришло время разобраться. Байбэк есть, поехали. Супер, секунда до ультимейта. Супер. Давай, Тасик, ну же. Ты же байбэкнулся. Нееет. И умер еще раз. Красаваху. Топ-3, да. Закидал. Да. Спасибо большое, ребята. Лафаем, мы вас благодарим. Зарители вас тоже благодарят. Большое вам спасибо. В принципе, на стадии драфта уже все было понятно. Супер, супер, ливанул просто. Была, да, была надежда только на супера. На супер, походу. Я даже не хочу ничего говорить. Мне зависит. Ну, это да, ну, это не серьезно. Нет, блин, топ-3, ну, серьезно. Ну, соберитесь. Ну, понятно, что вы ходите. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.